Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 983, Эксиаса 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Здесь как объявление. Иисусе Христе. Ролик тут о том, как брали, что и тут и прокуроры стреляются, областные, притом. Иван, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Про три дня и три ночи пребывания в центре земли хотел уточнить. Если считать буквально, то между пятницей и воскресеньем две ночи. Григорий Ницкий отвечает, что первой ночью была тьма по всей земле с трех до шести. И в то же время он говорит, что в книге «Бытия» именно тьма названа ночью. «Бытие 1.5». Если напрямую считать эти отрывки, то непонятно, умирает Христос во время тьмы или уже после. Отвечаю. Вопрос. Почему мне никогда не приходило в голову докапываться в таких вопросах, которые совершенно никаким образом не могут повлиять на мое спасение для вечности? А таких вопросов в Святой Библии очень даже много. И я большинство из них знаю. И ответы Бог открыл. Но людям никогда о том не говорю, чтобы они заботились о прославлении нашего Спасителя Христа своей жизнью в Духе Святом и особенно в делах милосердия. Иван Игнатий Тихонович, я согласен. Но этот вопрос родился не у меня, а рождается у мусульман. И чтобы мусульманина привести к вере христианской, разве не нужно разбирать такие вопросы? Отвечаю. Не нужно. Им нужно знать, дать знать об искупительной жертве Иисуса Христа. А это у них специальные люди, которые ищут некие как бы несоответствия в Святой Библии одного вместо другому. Им ты ответишь на этот вопрос. Они тут же другой, а сами вне спасения находятся. Им нужен Христос, умерший за грехи. И вот здесь я буду считать, просто прочитайте, сколько мест писания я указал. Эти места писания нужны всем. Тормозните и дальше прочитайте. Вот так. Вот так. Вот так. Вот что и им нужно. Вот такой ответ. Вот почти 37 мест Священного Писания. День, события дня, суббота. Пошли с Сергеем мы на рыбалку. Он новую мордушку поставил. Полное ведро принесли. Баня. Истопил Володя, сходили. Мы четверо тут остались. Вещернее богослужение. Я как дежурный по деревне на велосипеде проехал. Вижу, разгружаю тут горох. Решил поехать на поле. В одно место поехал, там гляжу, следа нету. Я развернулся назад, а уже заехал туда за музей, где лагерь был. А тут как раз Игорь разговаривает. Барабаш с Игорем Лужковым. И спросил, где он. Говорит, прямо дороги нету. Я говорю, там деревья перегородили. Я, говорит, всю зиму там возился с этими деревьями. Резал. А, а я теперь туда поехал. Горох убирает. А, горизонт покрыт темными тущами. И молнии сверкают. Ну, маленько поснимало-то будет стоять. Пылища ужасная. Вот только приехали, а тут гроза сверкает. Дождь. Ну, вот день-то и кончился. Какой? Что еще можно сказать? Вот у нас еще ресурсы разные. Люблю я мой мир показываю. Где я в шапке. Тут можно переписываться. Вверху вам к истине 2. Мейл.ру. Это мой адрес. Вторая страница я с голубем. Но это модераторы сделали контрольный. Вот. И лента еще. Это называется ленточный. Форум. На нем я не участвую. 1600 тем выставлено. Но ничего нету. Но очень интересно, полно. И канал во свете Библии. Православный видеоканал. Только что поставил. пока и посещений нету. Сегодня 5. 9 роликов. Это много. 24. 24. Вот. Понятно. Тут сразу больше часа. 51 минута. Вот это нарушение. В просьбе. Просто снять богослужение. Вот так. Ну и очень большой православный библейский сайт. Все в нем здесь есть. богато. Вот так. Это наше событие. Богу слава за все. 2. 2. 2. 2.